Слава Украине! Привет всем от Полонского! Помните, некоторое время назад, не знаю, месяца три назад, американцы накладывали санкции на московскую биржу, но потом как-то так оно все сошло на нет, и американцы дали время на то, чтобы брокеры смогли свернуть свои операции на данной площадке. Напомню, московская биржа, там, кстати, и Санкт-Петербургская влетела под санкции, это самое важное на России, и наибольшее количество валютных операций проходит именно через нее. И вот, американцы ввели санкции тогда, но, вот это жно очень многих тогда, что называется, беспокоило и теребило. Они отложили срок вступления в действие санкций, знаете какой датой? Правильно, 12 октября 2024 года. Таким образом, сегодня истек срок разрешения работы с московской биржей. Вот, это срок действия лицензии, выданной управлением по контролю иностранными инвестициями Соединенных Штатов Америки, истек. Все. Больше с московской биржей, скажем так, те, кто хочет иметь дело с Америкой, или какой-то бизнес с ней, дело иметь не будут. Понятное дело, что сейчас, за это время, очень многие расисты переориентировались куда-то, где-то что-то как-то, понаходили себе какие-то замены, какие-то эрзац-варианты. Ну, поймите, такой момент, любой эрзац-вариант, ну да, он имеет право, то есть, вариант заменителя, да, он имеет право на существование, это всегда дороже, а дороже что в результате? Это цены, которые выплеснутся на голову обычному скрипозабру, потому что в любом случае, любая покупка валюты, продажа валюты, для чего это же делается? Для того, чтобы правильно купить какие-то товары, которых нет на России, завезти их туда в результате, и продать обычному вот этому вот избирателю Путина, который хлопая ушами, значит, поддерживает своего вот этого вот пляшивого, этого диктатора. И в результате за это платят больше, больше, больше и больше. Так что, друзья мои, в принципе, чтобы не растекаться, скажем так, мыслью по древу, с сегодняшнего дня московскую биржу с точки зрения Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и так далее, можно считать закрытой. Что же касается Китая, я тоже думаю, что большие игроки с ней дело иметь не будут, просто почему? Потому что они имеют дело и с Соединенными Штатами Америки, ну, соответственно, дабы не влететь под вторичные санкции, что сейчас делается вот так, они тоже загажут любые отношения с московской биржей. Субтитры создавал DimaTorzok